Сергей Викторович, учитывая какое серьезное сейчас напряжение в мире, в том числе между странами, участниками ШОС, иногда возникают серьезные противоречия, площадка ШОС помогает хоть немного эти противоречия сгладить? Я думаю, что ШОС представляет собой один из весьма перспективных, современных механизмов продвижения внешнеполитических приоритетов. С одной стороны, ШОС создавался как организация, которая занималась на начальном этапе решением пограничных проблем, а затем все осознали преимущество этой площадки для того, чтобы заниматься более серьезными вопросами координации действий и в сфере укрепления безопасности в регионе Азии и Тихого океана, и укреплением перспектив экономического развития, расширением торговли, снятием барьеров. И очень важный элемент еще гуманитарная составляющая ШОС, которая сейчас обретает все более конкретные формы и молодежные обмены, и обмены по линии женских организаций, парламентов, спортивные дела и многое другое. И помимо того, что ШОС обеспечивает стабильность и создает условия для экономического развития, социального развития на территории своих стран-членов, ШОС все больше и больше свой голос добавляет к международным дискуссиям и в ООН, и в группе 20. Причем этот голос весьма и весьма конструктивный, и он, по сути дела, представляет собой альтернативу тем, кто хочет в мировых делах установить доминированное. Прежде всего, это наши западные коллеги. И в этом смысле документы, которые вчера были одобрены министрами иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества, являются собой очень важный шаг в направлении дискуссий, которые сейчас на международных площадках разворачиваются, о том, каким должен быть современный мир. И ШОС однозначно выступает за то, что этот мир должен быть справедливым, демократическим и опирающимся на уважение, суверенитет и территориальной целостности всех без исключения государств. ШОС выдвигает очень важные и полезные инициативы в этом направлении и выступает за формирование нового многополярного миропорядка, но все принципы этого нового миропорядка опираются на устав Организации Дневных Наций. Я думаю, что это очень перспективная площадка. Об этом, кстати, говорит и количество государств, которые хотят присоединиться к ШОС и в качестве полноправных членов, и в качестве наблюдателей, и партнеров по делу. Западные страны в очередной раз говорят о новых санкциях в отношении России. Если они все-таки будут введены, мы как-то будем на них отвечать или уже не обращаем на это внимания? Принцип взаимности в международных делах никто не отменял. Посмотрим, какие будут новые санкции. Мы, конечно же, отреагируем. Без реакции это оставлять нельзя. Это, во-первых, неправильное сочетение законов дипломатии. Но, во-вторых, мы хотим просто ограничить негативное влияние различных западных структур и государств, и многочисленных так называемых неправительственных организаций на те планы, которые существуют в нашей стране, которые существуют у наших союзников. Нас научила вот эта вот история с западными санкциями. Они начались, кстати, задолго до украинских событий, задолго до референдума в Крыму. Это еще администрация Обамы запустила этот процесс после того, как, помните, Эдвард Сноуден оказался на нашей территории, потому что его преследовали за то, что он, да, наверное, нарушил законы Соединенных Штатов, но он разоблачил абсолютно неправомерную, нелегитимную, во многом преступную деятельность структур Соединенных Штатов, которые пытались в различных зарубежных странах продвигать неприемлемые подходы, подрывать законные правительства. Вот, поэтому к санкциям мы с тех пор привыкли. И то, что называется импортозамещением, это, наверное, очень узкое объяснение того, как мы реагируем на все на это. Принципиальная геополитическая реакция заключается в том, что мы убедились за эти годы в ненадежности наших западных партнеров, включая, к сожалению, членов Европейского Союза. У нас было очень много планов, далеко идущих планов, у нас есть документы соответствующие, как нам развивать отношения с Евросоюзом и в сфере энергетики, и в сфере высоких технологий, в целом, в сфере экономического сотрудничества, потому что мы находимся на одном геополитическом пространстве. И наша общая география, наша общая логистика, инфраструктура на Евразийском континенте, конечно же, обеспечивают нам очень серьезные сравнительные преимущества. Если и мы, и Евросоюз, и другие страны, расположенные здесь, включая Шанхайскую Организацию Сотрудничества, Евразийский Экономический Союз, совсем рядом стран Асиан, и не использовать эти сравнительные преимущества в геополитической конкуренции, в геоэкономической конкуренции, которая сейчас обостряется, конечно, является крупной ошибкой. Евросоюз, к сожалению, пошел по пути принесения в жертву вот этим своим коренным долгосрочным интересам, сиюминутных, вернее, принесения в жертву своих геоэкономических, стратегических интересов, в угоду сиюминутным желаниям не отстать от Соединенных Штатов, вот в том, что называется, наказание России. Мы привыкли к этому, мы теперь понимаем, что все наши будущие планы мы должны выстраивать, да, имея в виду возможности возвращения к полноформатному партнерству с Евросоюзом, но обязательно в качестве страховочной сетки обеспечивая себе все возможности, чтобы, если Евросоюз останется на своих негативных, деструктивных позициях, чтобы мы не зависели от его прихоти и могли обеспечивать свое собственное развитие самостоятельно и в партнерстве с теми, кто готов к сотрудничеству на равноправной и взаимоуважительной основе. У вас только что закончились переговоры с вашим Лизави из Китая. В связи с этим вопрос, вот американцы призывают всех дружить против Китая, в том числе и России посылают недвусмысленные сигналы. А вот как вы оцениваете такую политику, дружить с кем-то против кого-то? Как политику, которая нам чужда, ни мы, ни Китай, ни наши союзники никогда не предлагаем кому-то дружить против кого-то. Ну, в самом вопросе, в самом настрое на то, чтобы кого-то науськивать против тех, кто себе не нравится, ну, содержится уже ответ о том, как мы к этому относимся. У нас совершенно другая дипломатическая и политическая культура, у нас желание со всеми развивать добрые отношения, и мы никогда, с кем бы мы ни углубляли связи, мы никогда не выдвигаем условия, что ценой сотрудничества должно стать некое ухудшение отношений, и сознательное ухудшение отношений с теми государствами, которые не вызывают симпатии у Вашингтона или у кого-то еще. Поэтому дружить против, по-моему, это противоречит самому смыслу слова «дружба». Спасибо.